Здравствуйте! В эфире Пойтахт Эко. 16 сентября мировая общественность отмечает знаменательную экологическую дату – Международный день охраны озонового слоя. С целью осведомленности государственных органов и общественности в Ташкенте и регионах страны по девизам «Озон – единственное, что защищает нас от ультрафиолетового излучения» проходит цикл мероприятий, а также культурно-присвестительские встречи. Международный день охраны озонового слоя в этом году проходит под знаменательной датой – 30-летие со дня принятия многостороннего экологического соглашения Венской конвенции об охране озонового слоя. 22 марта 1985 года на совещании Вене была принята Венская конвенция об охране озонового слоя. Государства, подписавшие и ратифицировавшие этот документ, взяли на себя обязательства по сотрудничеству в исследованиях и научной оценке состояния озонового слоя, обмене соответствующей информации и принятию надлежащих мер по предотвращению деятельности, потенциально угрожающей озоновому слою. Самым значимым достижением стало подписание 16 сентября 1987 года Монреальского протокола к данной конвенции. Сегодня сторонами Венской конвенции и Монреальского протокола является 197 стран. Республика Узбекистан присоединилась к Венской конвенции и Монреальскому протоколу в 1993 году и выполняет все международные обязательства, предусмотренные данными международными соглашениями. Республика Узбекистан находится в режиме соблюдения Монреальского протокола. Выведено из потребления порядка 99,5% озоноразрушающих веществ. Но работа продолжается, поскольку сейчас озоноразрушающие вещества заменяются озонобезопасными, а озонобезопасные вещества влияют на изменение климата. Естественно, встает вопрос, каким образом дальше двигаться в направлении всему мировому сообществу. Поэтому Пан Гимун, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, считает, что Монреальский протокол является самым успешным многосторонним соглашением и призывает именно передать эстафету для изменения климата и выполнения не только Монреальского протокола, но и тех проблем, которые связаны с потеплением климата и решению проблем именно устойчивого развития до 2030 года. В рамках программы столичного мероприятия, организованного Государственным комитетом Республики Узбекистан по охране природы, состоялся круглый стол с участием депутатов Законодательной палаты Али Маджлиса, представителей ряда министерств и ведомств, общественных и экологических организаций. По данным экспертов, благодаря глобальному поэтапному прекращению применения озоноразрушающих веществ, в бытовых, промышленных и сельскохозяйственных целях озоновый слой восстанавливается и по расчетам придет в норму уже к середине нынешнего века. В этом году наше мероприятие отличается тем, что здесь наряду с конкурсами, наряду с различными интерактивными играми мы подготовили очень много интересной информации, информации, рассказывающей историю двух глобальных документов Монреальского протокола и Венской конвенции, которые являются наиболее успешными в реализации, вообще в глобальном масштабе, наиболее успешные экологические документы, экологические соглашения. Потому что, во-первых, он был ратифицирован более чем 190 странами мира, и это получается, что глобальная ратификация. И с другой стороны, вот в этих документах, особенно в Монреальском протоколе, точно прописаны механизмы по спискам амазоноразрушающих веществ, по механизмам торговли, ввоза и вывоза. И, конечно же, Республика Узбекистан тоже добилась определенных успехов. На заседании круглого стола были озвучены результаты деятельности и достижения Республики Узбекистан на сегодняшний день по реализации основополагающих глобальных инициатив, Венской конвенции и Монреальского протокола. Участников ознакомили с мерами, принимаемыми в нашей стране по охране озонового слоя на законодательном и исполнительном уровнях. Участвуя в осуществлении Монреальского протокола и последовательно следуя выполнению международных обязательств, наша Республика получает следующие экономические выгоды. Сохраняет и получает доступ на мировые рынки ОРВ. Имеет возможность импортирования ОРВ для обеспечения работы действующего оборудования. Имеет доступ к финансовой и технической помощи и средств ГЭФ. В рамках четвертого цикла ГЭФ-4 одобрен полномасштабный региональный проект. Совместный проект Государственной комитеты Республики Узбекистан по охране природы, программа развития ООН в Узбекистане и Глобального экологического фонда реализуется на всей территории Республики Узбекистан. Проект реализует несколько направлений и перед собой ставят следующие задачи. Первое – наращивание потенциала специалистов Государственного таможенного комитета по контролю импорта и экспорта озоноразрушающих веществ. В рамках данного направления планируется закупь, передача Государственному таможенному комитету аналитических оборудований, которые даст возможность лучше контролировать, какие именно озоноразрушившие вещества попадет в Республику Узбекистан. Также в рамках проекта планируется международный учебный семинар, который в Ташкенте проходит. Международный специалист в сентябре проводит тренинг для подготовки тренеров специалистов таможенного комитета. Также далее будут организованы учебные мероприятия для обучения более 300 специалистов Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан. Следующее направление проекта направлено на повышение потенциала техников в сфере охлаждения и кондиционированного воздуха. На всей территории Республики Узбекистан будут обучены порядка 800 специалистов. Также планируется создание пяти центров по повторному использованию хладагентов. И будут созданы центры по уничтожению хладагентов, которые уничтожают нежелательные отходы и нежелательные запасы озоноразрушающих веществ. Проект начал свою реализацию в 2013 году и реализуется до июля 2016 года. Для обеспечения прогресса в достижении поэтапного отказа от озоноразрушающих веществ в Республике Узбекистан принято постановление Кабинета министров о совершенствовании регулирования ввоза и вывоза из Республики Узбекистан озоноразрушающих веществ и продукции, их содержащей. Введены запрет на ввоз и вывоз ОРВ и продукции, их содержащей, со странами, не являющимися сторонами Венской конвенции и Монреальского протокола. Введена и действует система регулирования импорта-экспорта ОРВ и продукции, их содержащей и другие требования. Международный день защиты озонового слоя. Основной целью является повышение информированности населения о существующих угрозах появления озоновых дыр, роли озонового слоя в уменьшении негативного воздействия ультрафиолетовых лучей на здоровье человека, растительный и животный мир. В связи с интенсивным развитием промышленности и, в частности, использованием хлорфторуглеродов или же фреонов, как в производстве холодильных установок, систем кондиционирования, использовании пестицидов в сельском хозяйстве, возросло их воздействие на озоновый слой, на его истончение. В честь данной экологической даты по всей республике проводятся различные акции, викторины, семинары, конференции, направленные на внимание общественности, на охрану озонового слоя. В частности, Ташкентским областным комитетом по охране природы 15 сентября было проведено в Занагиатинском колледже строительство и предпринимательство мероприятие, посвященное данной экологической дате. Для чего необходимо знать об охране озонового слоя? Какие предметы в бытовом обиходе могут повлиять на атмосферу в доме? И как можно защитить себя и окружающих от вредного влияния ультрафиолетового излучения солнца? Ответы на все вопросы узнали младшие участники во второй части мероприятия, организованного специально для широкой общественности. Так были подготовлены интерактивные игры и тематические конкурсы, фотосессии и викторины, раскрывающие значимость и важность охраны озонового слоя. День охраны озонового слоя важен не только для представителей природоохранных органов, но и также для всех слоев населения. И как вы видите, мы привлекли сегодня на этот праздник детей. Очень важно с самого детства объяснять им, в чем заключается опасность разрушения озонового слоя. О том, что нужно беречь себя, нужно принимать меры и соблюдать озонобезопасный образ жизни. В этом помогают также образовательно-просветические учреждения. Сегодня ребята пришли вместе с учителями. Здесь познавательные игры, конкурсы, викторины, которые помогут им больше понять о том, что такое озоновый слой, как он влияет на нашу жизнь. Яркие же выступления детей со сцены, призы и подарки оставили яркие впечатления у всех присутствующих и открыли для них важность всеобщей сплоченности в вопросах экологии. Хотя за последние годы человечество сократило производство и потребление озона разрушающих веществ, проблема все равно остается. Поэтому продолжается работа по защите озонового слоя. А это была программа «Поэтахт Эко». Оставайтесь с нами.